Итак, добрый день, сегодня мы с вами будем строить деталь, а конкретно подставку. На самом деле, тем методом, который я расскажу, можно быстро и максимально построить не только подставку, а всячески возможные детали. Воспользуемся автокадом 3D построения, научимся вырезать необходимые плоскости, конкретно по заданию. Это по двум моделям построить третий, по двум видам деталей построить третий вид и выполнить разрезы, поставить размеры. Первоначально я построил данное отображение, воспользуясь простым набором линий, и все это проецировал линиями связи и так далее. Сейчас я покажу, как это сделать быстро в автокаде 3D. Опять же, не забывайте подписываться на канал, если вам интересны мои видео. Это очень стимулирует для скорейшему записыванию новых видеоуроков. Итак, давайте приступим. Что мне необходимо? В первую очередь, мне необходимы слои. Зайду в свойства слоя. На самом деле, мне потребуется сейчас, на данный момент, два основных слоя. Это 0,5. Он у нас с вами необходим для основного контура нашего объекта, чтобы сразу же он отображался толстыми линиями, какие его свойства. Название его слоя 0,5. Через функцию создания нового слоя у нас осуществляется. То есть, вот это три листочка с солнышком. Кстати, о работе со слоями я уже изначально говорил в одном из видеоуроков, самом первом по работе в автокад. Поэтому вы можете посмотреть, ссылку я на него оставлю. Итак, создали новый слой. Назвали его 0,5. Он у нас видимый, незамороженный, незаблокированный, видимый на печати. Цвет черный на данный момент. Continuous 0,5. Толщина, вес наших линий. И видимый на видовом экране. Второй слой это оси. В данном случае это красного цвета я использовал. Тип линии. Акад ИС-10 в эстонной более адекватно подходит для данного масштаба нашего чертежа. Проекционные данные линии. Все остальные слои мы с вами будем создавать, а я к ним откачусь, если они потребуются нам. Они, все остальные, которые вы видите на данном экране, нужны были для того, чтобы создать проекционную проекцию нашего основного изображения, именно набором линии. Давайте теперь поработаем с автокадом 3D. Итак, я в масштабе нахожусь один к одному. Вот наше изображение детали. Мне необходимы какие ее показатели. Мне нужно нарисовать все лишь один вид проекции нашей детали. И из него мы с вами будем получать все остальные виды. Очень интересно. Советую. Досмотри до конца. Итак, выбираю активный слой 0.5. Не только по работе со слоями, а настройками автокада. Тоже у меня был один из первых роликов. Опять же, ссылку я на него оставлю. Итак, автокад 0.5 выполняем, делаем слой активным. Просто выбираем его. На самом деле, давайте сначала замоделируем оси. Они нам нужны. Многие рисуют все изображения по картинке. Я этого делать не буду, так же, как и не буду разбивать на отдельные видовые экраны. Я хочу, чтобы вы сразу же видели, от чего я базируюсь, куда смотрю, что моделирую. Итак, в выпадающей менюшке снова выбираю слой оси. Мне необходимо. Проектирую два основных отрезка. Они мне нужны. Так называемые ось Y и ось X. Все остальные оси пока мне не нужны. Итак, мне нужно вот как раз это базовое пересечение. У меня деталька получается по длине подставка 40, 20, 30 получается, 70, 40, 70, 100 миллиметров. Что-то я задумался. Все перепроверял. 100 миллиметров. В выпадающей менюшке выбираю слой 0.5. Запроектирую сначала 100 миллиметровую нашу линию. Но могу ее рядышком вообще со своим проектом замоделировать 100 миллиметров. Нажимаю первую точку базовой привязки и нажимаю на цифровой клавиатуре просто клавишу 100, набираю цифру, и нажимаю Enter. Подсвечиваю данное изображение. Вот у меня центр данного отрезка. Переношу его в центр моих осей. Получается, вот у меня 50 миллиметров в одну сторону, 50 миллиметров в другую. Давайте измерим при помощи линейки расстояние. Я могу увидеть то, что вот 50 миллиметров. Что я делаю теперь? Я построил первую линию вспомогательную. Давайте построим вторую, которая мне нужна. Конкретно это 60 миллиметров у меня будет. Моя картинка полностью в высоту, так сказать. 60 миллиметров. Тоже перенесу ее на центр пересечения наших осей. Прыгает у меня курсор из-за того, что у меня включено ортогональное ограничение перемещения курсора. То есть, ограничение перемещения курсора только углами по 90 градусов. Я потом переключусь в ограничение перемещения курсора определенными углами. Пока я работаю в режиме орта. Что я делаю дальше? Мне необходимо строим поэтапно. По центру у меня будет стоять окружность. Получается с диаметром десяткой. Я выбираю круг, диаметр 10. Круг диаметром. Нажимаю в пересечении моих осей первую точку и вбиваю на цифровой клавиатуре просто значение 10. Enter. Дальше что я делаю? Мне необходимо построить квадрат 20 на 20. Соответственно, по 10 миллиметров мне нужно отступить и связать его. Что я делаю? Воспользуюсь построением опять же функции отрезка. 10 миллиметров в одну сторону. 10 миллиметров в другую сторону. Проверю, что у меня с синей областью выделения есть эти отрезки. Итак, напоминаю, что такое синяя область выделения. Если я нажимаю один раз левой клавиши мыши в левом верхнем углу, тянув правой нижнюю, у меня синяя область выделения. Она выделяет только те элементы, которые полностью располагаются в этой области. Если тяну, нажимая левую клавишу мыши, и из правого нижнего в левую верхнюю, это зеленая область выделения. Она выделяет все элементы, которые хотя бы частично затрагиваются этой областью выделения. Итак, что я проделываю теперь? Отрезок. Нахожу конечную точку своих отрезков 10 и 10. Это будет у меня контрточка, квадратик. И соединяю их. И использую синюю область выделения для удаления ненужных мне элементов. Но на самом деле я потом их увижу, когда удалю линии вспомогательные для общего контура. Дальше что я сделаю? Подсвечу эту линию, воспользуюсь функцией отразить зеркало. И выбираю точку, вокруг которой я буду вращать. Нажимаю просто левую клавишу мыши. Один раз выбрал точку, второй раз выбрал, куда ее необходимо повернуть. Снизу у нас появляется вспомогательное окно. Удалить ли исходные элементы? Либо можно вбить на клавиатуре слово нет, нажать enter, либо просто выбрать мышкой нет. Мне не нужно удалять элементы. Дальше что я сделаю? Нажму enter, повторение последнего выполненного действия. Выбираю что мне необходимо отзеркалить, снова нажимаю enter, выбираю точку. Зеркалю, нет. Снова enter, выбираю элемент, enter, точка. И зеркалю последний участок, нет. Итак, мы с вами построили получается вот этот основной элемент нашей конструкции. Вот этот основной элемент. Давайте сейчас я сделаю немножко, чтобы было удобнее. Разобью на несколько видовых экранов вертикально, чтобы мне несколько раз не переключаться между своим изображением. Во вкладке вид, конфигурация видовых экранов. Разобью на два. Итак, вот это изображение мы с вами видим. Дальше что я делаю? Мне необходимо построить с отступом 5 мм от моих основных квадратов. 5 мм? Да, 5 мм. Линию. Которая дойдет у меня до конца моего основного участка. Это на 15 мм мне нужно отступить. 15. Вбиваю на клавиатуре, нажимаю Enter. Тяну вспомогательную линию связи. Тяну вспомогательную линию связи. Удаляю ненужную вспомогательную линию. Подсвечиваю ее, воспользуюсь функцией отразить зеркало. Отражаю в другую сторону. Не удаляю. Дальше что мне необходимо сделать? Через 5 мм у меня пойдет окружность. Ну, полукруг. Снова делаю отступ 5 мм. И тяну 20 мм. 20 мм. Участочки. Тоже воспользуюсь функцией отразить зеркало. Отражу в другую сторону. Возможно, что я сейчас немного напутал. Но посмотрим. Отразить зеркало. Не удаляю. 5 мм участок удалю. Давайте я отрезками соединю верхние точки, чтобы вы уже понимали, что за вид у меня в итоге получается. И вспомогательную линию уже по длине я могу удалить. Теперь воспользуюсь построением круга. С радиусом 20 мм. Нет, все хорошо. Выделяю все линии. Воспользуюсь функцией обрезать. Удаляю все, что мне не нужно. И, соответственно, вспомогательные линии все удаляю. Что я теперь делаю? Строю из той же самой точки круг. Уже на данный момент с радиусом 30. И он у меня ровно будет доходить до окончания моего изображения. Снова выделяю все. Да, можно было воспользоваться дугой при построении начального, конечной точки и радиуса. Но я этим пользоваться не буду. Здесь мне придется еще сгладить линии. Дострою их до пересечения. Дострою до пересечения. И обрежу все, что мне не нужно. И соединю обычными прямолинейными участками. Могу удалить вспомогательную линию для построения. Что я делаю теперь? Теперь выделяю синей областью выделения необходимый мне участок. На самом деле вспомогательную вот эту линию я тоже могу уже удалить. Мне она не нужна. Выделяю синей областью получившейся моей окружности. При помощи функции отразить зеркало. Переношу их на вторую половину. Без удаления. Проверяю. Все у нас получилось. Удаляю вспомогательную линию через мое изображение. Вместе с кругом случайно удалил. Давайте назад откачусь. Вот таким вот образом. Теперь что мы с вами сделаем? Объединим все необходимые контуры в замкнутые поли линии. Давайте посмотрим. Так, не туда. Это верну для изображения. Получается, что мне потребуется? Данный круг мне нужно объединить в поле линию при помощи функции соединить. Проверяем, чтобы контуры были замкнуты. Функция соединить. Контуры замкнулись. Дальше. Кину прямоугольник сверху, потому что у меня получается нужно выдавливать отдельный элемент. Центр моего круга и остальные элементы. Выделю. Вот здесь может возникнуть проблема. Давайте ее решим, потому что он может увидеть в дальнейшем вот это ребро. Продлю линию с одной стороны, продлю линию с другой стороны, с этой стороны тоже, здесь продлю. Воспользуюсь функцией соединения кривых. Она спрятана у нас за сопряжением и фаской. Соединение кривых. Выделю необходимые участки. Объединю. Удалю эту вспомогательную линию. Проверю, подсвечу контур. Здесь я его еще выровняю. То же самое проделываю и снизу. Соединение кривых. Раз, два. Дальше. Escape. Соединение кривых. Раз, два. Escape. Соединение кривых. Раз, два. Удаляю все эти отрезки. Которые у нас с вами получились. Здесь у нас не соединилось. Давайте еще раз проделаем. Соединение кривых. Раз, два. Удаляю отрезок. Объединяю в замкнутый контур поле линий. Поле линия. Свожу маркеры, чтобы они у меня заканчивались ровно на отрезке. Свожу маркеры, чтобы они у меня заканчивались ровно на отрезке. И добавляю этот же самый отрезок в замкнутый контур моих поле линий. Вот таким вот образом. Отдельно фигура эта в поле линиях. И теперь буду замыкать вторую. На самом деле мог поступить, опять же, еще проще. Отзеркалить все необходимое. Здесь лишний отрезок удалю. Мне он уже не нужен. Отрезок удалю. Если у вас нет данной команды, что у вас появляется выбор возможных линий, три стрелочки мы нажимаем, три линии нажимаем в правом нижнем углу. И нас интересует циклический выбор. Активируем данную функцию. Итак, здесь то же самое я проделаю. Объединяю в замкнутый контур поле линий. Объединяю в замкнутый контур поле линий. Смотрю, чтобы они у меня замыкались в точки. Замыкались в точки. Объединяю в единый контур. Итак, последнее, что я сделал, это решил все-таки отдельно объединить замкнутый контур моей общей части низа, чтобы потом из нее выдавить получившийся объем моего прямоугольника. То есть я отдельно собрал замкнутые контуры, чтобы, получается, вот этот объем мне отдельно выдавить. Что я теперь делаю? Начинается магия. Внизу, в правом нижнем углу, у нас есть шестеренка, в которой мы с вами переходим в трехмерное моделирование. Сейчас он немного подумает. В трехмерном моделировании теперь уже могу с зажатой клавишей shift и колесиком мышки ориентировать свое пространство. Что я сделаю? Воспользуюсь функцией выдавливания. В левом верхнем углу выдавить. Выделяю контур, который мне необходимо выделить из-за картинки, у меня немного подлагивает компьютер. Нажимаю Enter. Выдавливаю. Выдавливаю на сколько? На 40 миллиметров. 40. Enter. Давайте из скрытых линий в правом верхнем углу. На самом деле я мог и в пространстве модели перейти и сверху. Во вкладке Вид. Из скрытых линий перейдем в концептуальные, чтобы можно было видеть весь мой объект. Что я сделаю теперь? Выдавленные первые элементы я подсвечу, нажму правой кнопкой мыши «Изолировать, скрыть объект». Мы будем постепенно с вами скрывать. Что я теперь сделаю? Своё изображение выдавленных фигур. Они у меня 40 миллиметров в высоту точно так же, но начинаются с 10. Я вижу, что на 30 миллиметров по контуру они у меня выдавлены. Соответственно, я на 10 миллиметров их поднимаю. Одну и поднимаю вторую. Просто выделяю их, нажимаю на стрелочку в координатах, тяну вверх, цифровая клавиатура 10. Выделяю обе проекции, выдавить. Выдавливаю их на 30 миллиметров. Ок. Обе выдавленные фигуры правой кнопкой мыши «Изолировать, скрыть объект». «Изолировать, скрыть объект». «Скрыть объект». Свой прямоугольник я поднимаю. Получается, что у нас 80 миллиметров общая длина 40. Это у нас с вами габарит 60. Получается, мне его нужно снизу поднять на... Сложно считать, на 20 миллиметров. 20 миллиметров. Enter. И выдавливаю его на оставшиеся 20 миллиметров. Тоже правой кнопкой мыши «Изолировать, скрыть объект». Свой прямоугольник. Основание тоже поднимаю на 20 миллиметров. 20 миллиметров. Тоже выдавить. Выдавливаю на 60 миллиметров. Тоже выделяю правой кнопкой мыши. «Изолировать, скрыть объект». Остался наш круг. На ось Z нажимаю, получается. Поднимаю его на 50. И выдавливаю на 30. Подсвечиваю правой кнопкой мыши «Завершить изоляцию объектов». Вот получились мои фигуры. Что я делаю теперь? Воспользуюсь функцией «Вычитание». Нажимаю на нее. Нажимаю на тело, из которого необходимо вычесть объем. Нажимаю Enter. Еще раз нажимаю Enter. Выделяя тело, которое необходимо вычесть. Enter. Еще раз. И у вас, если не активен циклический выбор, напоминает, три полосочки в правом нижнем углу экрана. Функция «Циклический выбор». Она нам позволяет выбирать в выделении объекты, которые мы хотим подсветить. Итак, «Вычитание». «Тело». Enter. Если оно уже не выделено, второй раз Enter выделять не нужно. Выделяем тело, которое необходимо вырезать. Enter. Enter. Теперь «Вычитание». «Тело». «Тело», которое необходимо вычесть. Enter. Теперь, что мы с вами сделаем. Shift и колесико мышки сориентируем. «Вычитание». «Тело». Enter. Enter. «Тело». Enter. Мы с вами вычли все необходимые фигуры. Никаких лишних контуров у нас с вами нет. Последнее, что мы делаем, как получить все возможные проекции у получившейся данной фигуры. В том числе и разрезы. Сейчас я прошу прощения. Этот видовой экран сориентирую. У получившейся данной фигуры, как вынести все необходимые проекции. Также поставить все необходимые размеры для данных проекций. Итак, приступим. Мы с вами переходим на лист в левом нижнем углу экрана. Удаляем базовый видовой экран. Выделяем его и просто клавиши «Delete». В диспетчер параметров листов мы с вами выбираем необходимый наш лист при помощи функции редактирования. А также настроек свойств наших принтеров. Мы убираем границу области подрезки нашего листа. О том, как выводятся чертежи на печать, я уже говорил в одном из видео. Ссылка на него будет. Итак, что нам необходимо здесь сделать? Мы выносим с вами видовые экраны. А конкретно во вкладке «Главное» у нас с вами есть базовый видовой экран из пространства модели. Нажимаем на него. В левом верхнем углу нас интересуют проекции. Меня интересует вид сверху на мое изображение и масштаб один к одному. Я уже вижу, что на данное изображение все элементы не вылезут, поэтому мне нужно будет поменять лист формата А4 на какой-то другой формат. Но сейчас я этим заниматься не буду. Итак, поставили одно нажимаемое. ОК. Зеленую галочку. Теперь, что нас интересует. Во-первых, я могу нажать Escape. Прошу прощения, не Escape, а Enter. Надо было нажать. Снова один к одному. Вид сверху. Ставим. Enter. Enter. Это вид сверху на наше изображение. Ставим еще один базовый из пространства. Снова один к одному. Меня интересует вид справа, получается. Сейчас добавим оси и выровняем все необходимые элементы. Enter. Enter. Теперь базовый из пространства. С другой стороны меня теперь интересует. вид сзади, либо спереди. Enter. Enter. Ну и давайте изометрию какую-нибудь вынесем. Из пространства. Изометрия будет... Нет, юго-западная мне не подойдет. Северо-западная изометрия. Но сейчас посмотрим. Возможно, мы ее обновим, потому что еще проведем разрез. Enter. 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 Пока это элементы, которые мне с вами необходимы. Контур линий нужно будет подправить. Он меня не видит. Отображение моего основного участка. В видовом экране. С ним еще с вами разберемся. Возможно, придется самостоятельно провести линию. Проверю то, что у меня в пространстве модели. Все линии присутствуют. То есть это глюк самого выноски на наш лист. Давайте попробуем поменять его. Редактировать вид. Поменяем видимость ребер. Посмотрим, все ли пересекаются. Дальше, что она вас интересует. Пока остановимся. Итак, что мы теперь делаем? Я хочу произвести сечение по какому-то виду. Что я делаю? Нажимаю на необходимый мне вид. Нажимаю на функцию сечения со смещением. Будем строить разрез. Смещение. Начинаем моделировать линию за пределами своей плоскости. Чаще всего сечение требуется 1 четвертая данной проекции. И нажимаю Enter. У нас с вами появляется сечение нашего основного объекта. Либо секущей плоскости, либо я могу вынести вверх. Это у меня будет изображение всего моего изображения. Всех элементов секущих. Ну, лист давайте отредактируем. Диспетчер параметров листов. Редактирую лист. Давайте поставим большой какой-нибудь лист формата. в PDF-ке. DWG to PDF. И поставим A1, чтобы ничего у нас с вами не мешало уже. Итак, сориентирую все необходимые проекции. И сейчас будем разбираться с основными обозначениями и линиями. Сориентирую все так, как должно быть. Большой лист я выбрал, чтобы можно было показать. Текстовую часть мы с вами перегоняем в слой, который у нас не видим на печати. В данном случае это слой DevPoints. Я его сразу же автоматически выключу на нем в лампочку, чтобы все необходимые элементы у нас с вами не отображались. Перегоняю в DevPoints. Дальше что я произвожу. Сейчас это мы с вами еще отредактируем данный видовой экран, данную проекцию. Масштаб из родительского. Пока трогать его не буду. На самом деле можно было бы перенести основную проекционную линию, и тогда можно было бы размещать наш разрез. Так как нам будет удобно. Пускай здесь у меня будет разрез. Сейчас выключу ортогональное ограничение перемещения курсора. Поставлю все необходимые проекции. Теперь что я делаю. Запроектирую линию, отрезок. Слоем у меня будут оси. Построю необходимые оси для нашего изображения. Снова вернусь к ортогональному ограничению перемещения курсора. Построю все необходимые оси. Для данных проекций. Совмещу элементы. Не на одной прямой. Все абсолютно верно. И совмещаю по высоте. Выключу ортогональное ограничение перемещения курсора. И включу ограничение перемещения курсора определенными углами. Предположим вот так. Дальше что я сделаю. Поставлю основные размеры. Чтобы можно было перепроверить. Но давайте для начала. Ну хотя не буду скрывать оси. Или все-таки придется скрыть. Потому что их не видно. Точки пересечения. Отключаю для отображения слой оси. Перехожу в слой. В данном случае 0,5. Можно было создать отдельный слой для размеров. Но я этим заниматься не буду. Итак. Анотации. Параллельный размер. Расставлю все необходимые размеры. Чтобы можно было перепроверить. Что у нас с вами все выполнено верно. И сверю с изображением нашим. 20, 30, 40. Сейчас посмотрим. 40 миллиметров у нас должно быть вот здесь. Ну. Размеры все расставлять я не буду. Уже видно. То что у нас с вами все получается так. Как должно было быть. Итак. Вот при помощи такого. Давайте чтобы не смущать перфекциониста. В диспетчере параметров листов. Я отредактирую. Выберу лист подходящий. Пускай это будет. А третий скорее всего. И размещу все проекции на данном отображении. И так. То что касается оставшейся нашей линии. Странно почему программа ее не восприняла. Возможно при перезаходе будет все нормально. Но либо можно решить данную проблему. Чисто по строениям собственноручно. В самом параметре нашего листа. Здесь немного промахнулся. Сейчас я ее выровняю. На самом нашем листе. Вот таким вот образом. Но на самом деле она должна была изобразиться сразу же. Что мы с вами можем сделать теперь. Можем вынести всячески возможные сечения по нашему объекту. Сверимся в пространстве модели. У нас с вами получилось ровно то же самое изображение. Которое должно было быть. Остается только добавить основную надпись для нашего чертежа. Но как ее создавать. Опять же я уже говорил ранее. Если вам понравилось данное видео. Вы знаете что нужно сделать. Скоро увидимся. Всего доброго. Продолжение следует.